Автоответ с Никитой Небелицким Примерно на 5 минут После чего все восстанавливается Давления в системе не хватает Давления в системе не хватает На самом деле он у вас раздувается Соответственно потребление становится большое Энергия А газа мало Он просто у вас горячий становится Окей еще один вопрос Вентилятор автоматически Он видит что он не может выбрать Нужное количество холода И он тормозится Илья пишет Каен Дизель 12 год Включаю кондиционер На 10 минут охладить салон Переключаю после этого на обычную вентиляцию И появляется неприятный запах Через некоторое время он проходит Минут примерно через 5 Почему так происходит И вопрос номер 2 А еще появляется при торможении скрип При этом именно после выключения кондиционера Тоже непонятно почему так Скрип с торможением не связан Это просто одно с другим совпало А запах неприятный Это у вас там цветет Это плохо И лечится это при помощи Озонатора То есть Либо туда нужно набрызгать Специальная жижа такая есть Либо нужно поставить озонатор Который генерирует озон И вот прогнать все это Нужно органику это убивать Там внутри Потому что иначе Там все что угодно может быть Вплоть до болезни легионеров То есть это неприятная штука И вот то что вот этот сырой Такой вот запах появляется Это вот как раз оно и есть Это на одном из радиаторов У вас завелась Какая-то типа плесень Не плесень Я уж не знаю как это называется И оно цветет В общем это надо убить Так Слушай ну тут еще один вопрос Про формулу Правда не про формулу 1 Вот такое пришло Вы скажите ваше мнение По поводу формулы 4 Как она живет Развивается в Европе Почему ее нет в России И почему наши молодые пилоты Вынуждены летать на тесты в Европу Ну в России вообще формулы нет реально Почему нет Не знаю почему Видимо никто не хочет инвестировать в это Дорого на самом деле Поэтому и нет И главное что это от того Что оно будет в России Только дороже будет Потому что эти машины Надо привезти Растаможить и так далее Вот А как бы в Европе Она есть Она еще и спонсируется Частично Разные этапы Разными организациями Но тем не менее Развивается нормально формулу 4 И как бы это хороший способ Вот переходить из картинга Вот дальше То есть формулу 3 Это слишком большой скачок От картинга до То есть нужна либо какая-нибудь Вот у меня ребенок в формуле 4 Например ездил Вот когда Это самое Вместо этой формулы 4 Ее тогда не было Тогда была формула Ford Формула BMW Ну вот в этом классе BMW была с мото мотором По-моему 1.3 Если я не ошибаюсь От К серии был мотор Хотя могу путать Ну вот А формула Ford 1.6 Была машина Такой Гарри Мор Через 2О И делал эту формулу Ford В Италии Она сначала была итальянская А потом стала европейская Очень дешевая была Сезон без тестов 25 тысяч И Ну и тестов еще Можно было на десятку Наверное купить Ну плюс тревел Вот Но сейчас этого к сожалению Уже всего нету Опять вот эти дикие Совершенно бюджеты Ну слушай Формула 3 уже миллион стоит Миллион в год А формула 2 Вообще не подходи Ну Понимаешь Вот это вот Идиотское постановление О том Что сначала Всем разрешили Использовать рекламу Табака и алкоголя От этого выросли бюджеты Потому что команды Стали гигантского Ну денег стало много Команда стала Гигантского размера Все усложнилось А потом Когда запретили Рекламу табака и алкоголя То Единственным источником Финансирования команд Стали не спонсоры А ну грубо говоря Папы Ну или не папа А папины друзья Не важно Соответственно Каждый гонщик Стал коммерческим На сегодняшний день Любой гонщик коммерческий Поэтому И чтобы выстроить Эту карьеру Кто-то за это должен платить То есть раньше было как Раньше ну грубо говоря Тоже платили Но в какой-то момент Платить переставали Потому что дальше Начинала платить команда И можно было Как инвестицию Это использовать То есть ты там Типа в гонщика Ну от балды Называют цифру Которая в голову пришла Три миллиона вложил А потом потихоньку Их достал Эти три миллиона А сейчас такого Вообще не происходит Сейчас любой гонщик До скончания веков Ездит с бюджетами Причем ну когда Это Мазепин И когда вот Ну так вот совпало Что и парень быстрый Потому что на самом деле Я уже говорил неоднократно И продолжаю говорить Мазепин на самом деле Очень быстрый Он призер чемпионата мира По картингу У нас второго такого Никак в жизни не было Он Третий В формуле 3 Он пятый Вот сразу за Шварцманом Приехал в формуле 2 То есть он действительно Быстрый пилот Мазепин Без дураков Быстрый Но при этом Он еще подперт Папиными деньгами Ему конечно проще Относительно Боль не менее Просто Шварцману Было пока Его папа был жив Но к сожалению Умер от коронавируса Но Человеку Который просто Талантливый Но при этом У него там Ну я не знаю Ну родители Там Вина за зарплату Там я не знаю 500 тысяч рублей в месяц Вот невозможно Зарплатой 500 тысяч рублей в месяц Выстроить карьеру Автогонщика Невозможно Даже если там Мама еще 250 Получает Вот не хватит денег В общем Грустно Это конечно все Потому что таким образом Все это превращается В какой-то Гонки миллиардеров Ну Когда таких миллиардеров Много и среди них Выборка широкая Это еще ничего А когда их всего Столько есть Сколько вот мест В формуле 1 А у всех остальных Просто бюджетов нет Ну потому что Очень много народу Которые появились Именно благодаря тому Что у них есть бюджеты Там и тот же Леклера Тот же Перес А вполне может быть Что где-то сейчас ходит Какой-нибудь Вася Пружинкин Который быстрее Их всех вместе взятых Но только этот Вася Пружинкин Который покажет Быстрее он Да Потому что у него Нет денег И никогда их не будет И пока не изменится Сама система Никаким СНП банком Потому что СНП тоже В общем начал сдуваться Потому что невозможно Столько платить никому Это даже у Газпрома Бюджета не хватит Всех российских Талантливых детей Поддерживает Среди них как-то Это самое Это нереализуемо Ну и вот есть покатушки Там типа Что то что Газпром Нефть с Русиновым Устраивает Ну там Ну да здорово Русинов катается Вот флаг ему в руки Там Или То что Роснефть Там вот она ездит В чемпионате России По кольцу Ну как бы здорово Это конечно все Мы же все прекрасно Понимаем что это Такая благотворительность Это на самом деле Не И причем благотворительность Не направленная На воспитание талантов Подрастающей молодежи А Вот на то чтобы Ну вот на то Чтобы катались Взрослые дяденьки Ну нет Это замечательно Совершенно Пускай катаются Я на них только рад Но хорошо бы еще В общем Федерация автоспорта Международная Что то такое сделала Для того чтобы В общем Ну Вменяемые стали бюджеты Потому что ну не должен Картинг стоить 250 тысяч в год Он должен стоить Каких-то адекватных денег Чтобы до определенного момента Папа могли там Своими деньгами платить Там сколько сейчас Средняя европейская Заработная плата Тысяча на 3 евро В месяц 4 Ну вот там Если это стоит Тысячу в месяц В среднем То тогда да Тогда на увлечение ребенка Четверть своих доходов Тратить можно А как только это Начинает стоить Не тысячу в месяц А 20 тысяч в месяц То все До свидания мальчики Печально Печально Продолжаем У нас рубрика Автоответ Друзья я напомню Плюс 7 903 7976 333 Сейчас Никит будет неожиданно Потому что не про машины Не про мотоциклы Вопрос Про газонокосилки Именно Откуда ты знаешь А я увидел вопрос Да Алексей Стулый пишет Никит Если у вас есть опыт использования Прошу рассказать Про работу газонокосилки Интересуют модели На большой участок Садов полгектара Ну у меня две Одна такая Типа трактор На который за рулем Ездить надо А вторая Такая обычная косилка Знаете Ну Конкретно модель Я называть Не могу Не потому что там Реклама Или что-то в этом роде А потому что В общем без разницы На самом деле Любая газонокосилка В которой стоит Не китайский мотор Там брекстрат Он должен стоять Там ямаха Хонда Не имеет значения Ну потому что Китайские моторы Действительно Я у себя на картодроме Проверил У них правда Ресурс гораздо меньше Ну вот А так Ну что там про них Про газонокосилки Такого интересного Расскажешь Ничего Алексею что-то Интересно Да не Ну газонокосилка Она и есть Газонокосилка Ну и электромотор У которого снизу Либо Этот Нож от мясорубки Либо Проволока такая Натянутая Она крутится И траву эту Сбивает Так Ладно Давай поехали дальше Александр пишет Никита Подскажите пожалуйста Чем чревато Использование Суперэтанола Вместо классического Бензина Для двигателя Я живу во Франции И очень много Стало заправок С топливом Биэтанол Е85 Ничем оно не чревато И отрицательно Абсолютно Если у вас на машине Написано Что его можно использовать А сейчас почти на всех машинах Его можно использовать Его даже в мотоциклы Теперь можно лить Хотя уж там-то 13 степень сжатия И да Спокойно Совершенно используйте Ничего плохого В этом нет То есть просто убедитесь В том что Ну там Даже убеждаться Не сложно Бак открываешь Там наклейка есть Какое можно лить Топливое Нельзя Если нельзя Биэтанол Там метровыми буквами Это написано Так Значит Из Пятигорска Сообщение Меня зовут Даниил Город Пятигорск На Volkswagen Каде Перестал работать ЭУР Не было никаких Повреждений Ударов Просто он в один момент Перестал работать Никто не может сказать Что это И мастеров у нас В регионе нет На что самому Обратить внимание Ну если ЭУР И имеется ввиду Электроусилитель руля Ну видимо он Я просто не знаю Что еще имеется ввиду Ну слушайте Я уже говорил В электричестве Бывают две поломки Либо есть контакт Где он не нужен Либо нет Где он нужен Раз нет мастеров Ну и ищите Куда ток девается Потому что Электроусилитель руля Это электромотор Который крутится В одну или в другую сторону Там Где-то нет контакта Скорее всего Ну или что-то сгорело Ирина из Рязани С таким вопросом Сыну через несколько лет 18 А он уже бредит Тем Как сядет за руль Многие считают Что для первой машины Нужно брать Какой-нибудь убитый хлам Но я же напротив Считаю Что первая машина Должна быть Подобротнее Как Никита Вы рассудите В этой ситуации Я считаю Что подобротнее Должна быть Потому что Человеку нужно Учиться ездить А не учиться Ее возить на эвакуаторе Не думать Что у него Отвалится Да И думать Что у него Сейчас отвалится Другое дело Что не надо Ему покупать Там первой машины Какой-нибудь Корвец С-8 Или там Я не знаю Ламборгини Авинтадор Ну Купить ему Какую-то нормальную машину Которую Не будет Все время Ему хотеться Валить Как отвязанному Ну вот Ну Да Подобротнее Безусловно Потом да Потом Когда человек Уже опытный Он уже может Себе купить Какую-нибудь Старую машину Там Ее восстанавливать Заботливо Вот Ну Начинающим Лучше все-таки На чем-то Что будет ездить В основном Так Добрый день Вопрос Программа Автоответ Расскажите Пожалуйста Про мотоцикл Харли Дэвидсон Стрит 750 Как он Вообще Ну Это начальный Харли Да нормально У Харли Все машины Мотоциклы Хорошие Ну Ну Просто не надо От него Ожидать Что он будет Валить Как не в себя Не будет Он Самый-самый Начальный Автом Ну Мне нравится Я такой Может быть Даже и купил бы Так Да Еще про мотоциклы На мотоцикле Хонда Сибир 600 F3 95 Года После долгой Поездки Завышаются Обороты До 3000 И не сбрасываются Приходится уменьшать Холостые Есть выведенный Трос для регулировки После остывания Глохнет Нужно добавлять И эти игры Постоянно Подскажите Пожалуйста Как быть Вообще Что это Карбюратор Трясти Ну просто Карбюраторы Ну просто Явно Совершенно У вас Этот самый Блок дросселей Как-то Не так Работает И Или Иглы Льют И как бы Соответственно У вас То богаче То беднее Становится Ну Слушайте Мотоцикл 95 Года Те Кто родились В 95 Году Уже Совершеннолетние Поэтому Ничто Не вечно Под луной Ну нужно Совершеннолетние Уже сильно По-моему Совершеннолетние Нет Ну сильно Да Уже Некоторые из них Уже дедушки Нет Мне тоже кажется Что они вот только Ходить сейчас начали Но тем не менее Это не так Ну да Ну да Ну да Карбюраторы Смотрите Что там еще Может быть Кроме карбюраторов Ничего Даниил Из Калуги Интересуется Твоим мнением Он пишет Скажите А почему в России Не популярен Автослалом Авто Икс Езда спринт Вокруг конусов Ведь это Самый доступный Вид автоспортивных Состязаний В России Вообще Автоспорт Не популярен На самом деле Я не знаю По-моему Менталитет Идет Из Советского Союза Когда К автомобилям Относились Как к какому-то Элементу Еду смотреть гонки Вот Я помню У нас когда в Венгрии Вот формула Рено Была На Хунгарринг Приезжаешь Так там для того Чтобы заехать На трассу Приходилось Минут сорок Среди огромных Толп народа Идти Битком набитые Трибуны Ну то есть Людей это интересует А в России Это никому не надо Ну да На формулу один Сочи ходят Потому что вот Отметятся А больше же Ни на что Поэтому просто Не популярен Кроме Слалом Есть еще масса Очень недорогих Классных видов Автоспорта Например Подъем на Холм Есть такие соревнования Замечательные Совершенно что У нас в горах что ли С серпантинами Нету Вернее даже Ну не с серпантинами Просто с велюхами Вон на Ленинских горах Пожалуйста Приезжай Езди И перекрыть там Эту трассу Никаких проблем Не представляет И не мешает Это никому Нету этого Есть там Крылатская Например С велодорогой Ну там перекрывать Сложнее Понятно Она длинная И не дай бог Нету ничего этого К сожалению Так друзья Я еще раз напоминаю Что у нас рубрика Автоответ 730-101 Телефон прямого эфира Слушаю Даю кстати говоря Вот со слушателями Пообщаемся Доброе утро Здравствуйте Здрасте Добрый день Меня Эдуард зовут Гурт Обнин Да здрасте Здрасте Эдуард Вопрос к вам Как-то в одной из передач Я слышал о том Что у вас есть свой детейлинг Где-то в Москве Или в Подмосковье И к сожалению Я не сильно владею компьютером Не смог найти Если вас не затруднит Подскажите Как найти Это первый вопрос И из него вытекает второй Для чего Хотел бы защитить Свой автомобиль Но в большей степени Нисколько гидрофобное Сколько от Всяких затертостей На мойке И прочее Вот пожалуйста Скажите Все-таки Есть средство Какое-то Или нет Спасибо огромное Ну средство есть Конкретно Мы используем Средство Которое называется Айшилд Это нечто Вроде керамики Но это не керамика И Оно Во-первых Прочнее Чем Верхний слой лака А во-вторых Если Все-таки Его на мойке Затерли То После этого Восстанавливать Ну то есть Переполировать Надо не лак Который тоньше Становится С каждым разом А вот это Самая Айшилд Ну вот А найти Ну надо позвонить По телефону Плюс 7903 615 48 56 И Сказать Что я вот По поводу Детейлинга Вот собственно Плюс 7903 615 48 56 Так Поехали дальше Ежу на Короле 150 13-го года Японской сборки Она исправна Все устраивает Но хочется Новый кроссовер Рассматриваем Nissan X-Trail Kia Sportage Или вы можете посоветовать Что-то другое В этом же сегменте Вопрос от Рифа Из Казани Ну Тирок Можно Volkswagen А Семья из 4-х человек Вот Риф прислал Тигуан Можно Ну Вообще Sportage Вот Из того что вы перечислили Мне больше Sportage Сильно нравится Хорошая машина Получилась У них Особенно последняя Да Стоит ли брать Nissan Murano 15-16-х годов Костя из Твери Интересуется Ну Почему нет Нормальная Большая машина В общем Достаточно Надежная Вполне Друзья Рубрика Автоответ Никита Небелицкий До конца этого часа Он отвечает на любые ваши вопросы Про автомобили Про мотоциклы Плюс 7903 7976 333 И не забывайте Про видеотрансляцию На нашем канале В YouTube Почему Никита Если вы позволяете Вы позволяете себе Так негативно Высказываться Про УАЗ Патриот Пишут наши слушатели Потому что Мне представляется Что это плохая машина Плохо сделанная Людьми Которые не уважают Того человека Который у них автомобиль Покупает Поэтому я про него И позволяю себе Сказываться Как захочу Можете подать на меня В суд Если вам сильно Не нравится А если бы закон Российской Федерации Нам бы это позволяли Мы бы может быть Еще пожестче Высказались бы Потому что С моей точки зрения Делать автомобили Такого качества Это хамство По отношению к потребителю Именно к потребителю Да Я слава богу Не потребитель Этого Чудного изделия Ну молодец Сдержался Я сейчас оценила Я очень хотел Более того Я считаю Что люди Которые купили Аспатриот Не совершили Неразумный поступок Опять же Мягко выражаю Слушай Но ведь Действительно Сколько у нас С тобой было сообщений Помнишь Мы как-то затронули Тему о том Что к нему Не бывает Одинаковых деталей Что все равно Все приходится доводить Доводрабатывать напильник Ты помнишь Какое было количество Сообщений от слушателей Которые реально Подтвердили это Потому что Вот столкнулись В жизни Ну так так оно и есть С криками Никогда больше Не Просто удивительное дело На самом деле Одно и то же изделие Производят уже Многие-многие годы Причем не сами его изобрели Это на самом деле Изделие Произросшее Из автомобиля Форд Который когда-то Давным-давно Был Производим На этом заводе Который сам по себе Изначально Форд То есть Завод-то В общем Тоже покупной Столько лет Делать одно и то же Примитивную Мостовую машину В которой вообще Ничего сложного Нету И каждый раз Это так криво Делать Это как вот Давай на отвлеченную тему Влад интересуется Никита Что скажете Про первый Иисусу Тропер Восстанавливаю И планирую Отъездить на нем Еще лет 50 Классная машина На самом деле Единственное Гниет Но это Все решаемо При теперешнем Развитии химии Очень клевое То есть Ты одобрел Вот что про нее скажу Да Вполне Так Константин Интересуется Первый мод Какой покупать Кость Ну Никита Много раз Отвечал на этот вопрос Это конечно Такая индивидуальная история Но выбор Условно Хонда NC 750X Или она же с механикой Или мультистрада С квикшифтером Мультистрада безусловно Как мотоцикл Оно на порядок лучше А с точки зрения Первой Не первой Что 750NX Что мультистрада 950 Или там даже В4 В общем одно и то же Потому что Ну это уже все таки Мощный достаточно Класс мотоцикл Не вопрос там Купить скутер Полтинник Ну Давай возвращаемся Покупайте мультистрад Автоответ С Никитой Небылицким Доброе утро Автоответ Никита Небылицкий Дарья Гординина Кирилл из Сочи Интересуется твоим мнением Кирилл пишет Audio A6 C4 2.5 TDI двигатель Подскажите пожалуйста Интервал замены ремня ГРМ Ух я не помню Надо в книжке смотреть Там же да Это все написано По моему Да Это я на скидку не помню Ты 60 наверное Так у меня есть Деоматис 0.8 Но не хватает Чуть-чуть динамики Хочу вырезать карты ЕГР Расточить дроссель Если с ЕГР и катами Все понятно То вот с дросселем Нет Есть ли смысл Растачивать дроссель Ну понимаете в чем дело Вот все что вы описали Это на самом деле Не факт что у вас От этого мощи Станет больше Потому что для того Чтобы это все поехало Нужно поменять Карту топливную И карту зажигания Поменять их на что-то Так как вы вряд ли Сможете туда поставить Мозги типа Я не знаю Январь 12 спорт Или Мотек 840 Или Бош 070 ГРГ А будете использовать Родные мозги То кто вам в родные мозги Матисса Сможет прописать программу А если программу Не прописывать То учитывая что у нас Наполнение изменится В машине Причем довольно существенно Если вы вырежете ЕГР и каты То есть он Даунпайп Даунпайп у вас станет Прямой То Ну и как Она у вас бедная Станет машина Ее нужно долить А как вы ее дольете Если вы не можете Прописать другие мозги Ну то есть Знаете Тут как-то более Нужно Ну то есть Это все конечно Можно сделать Но надо более Профессионально К этому подойти Дроссель растачивать Вообще не факт Что там Это нужно Потому что диаметр Дросселя На самом-то деле Вещь неплохая Но Совсем не на всех Моторах То есть Надо понимать Например Как у вас мотор работает Потому что вы что делаете Когда увеличиваете диаметр Да У вас Ну откуда берется Смесь двигателей Поршня вниз идут Создают разрежение Затаскивают внутрь Определенное количество воздуха В этот воздух В этот воздух Впрыг Доливает бензин Да Но Количество воздуха Затаскивается В зависимости от разрежения Поршней Если у вас дроссель маленький У вас скорость потока выше А Количество воздуха Примерно одно и то же Если большой То вы Что вы делаете Большим дросселем Вы Гипотетически Снижаете сопротивление На впуске Но только гипотетически Потому что Практически На самом деле Смесь внутри Впускного коллектора Она движется не по прямой Она движется по синусоиде Довольно сложной Эта синусоида Соударяясь со стенками Впускного коллектора Создает некие Резонансные колебания Которые наполнение Повышают Ну если двигатель Сделал инженерно правильно На Д Он сделал инженерно правильно Вы дроссель увеличили В синусоиде Изменили плечо Соответственно Резонансные колебания Изменились А как они у вас Изменились Вы понятия не имеете Потому что понять Это можно только Если поставить машину на стенд И посмотреть Что собственно у него происходит С увеличением Этого самого дросселя С мощностью Куда все двигается И с моментом Поэтому как бы Это так все не однозадачно Это не так все просто Так окей Хорошо Вопрос такой от Дмитрия Фордфокус Третий Тринадцатого года Сильная вибрация От двигателя на кузов Сильно ощущается На холостых оборотах Поменял главную подушку Двигателя Стало меньше Но если выключить Кондиционер Вибрация усиливается И все мастера Приговаривают Эту бедную подушку Которую я уже Менял два раза За внимание Полтора года Нет Явно не она Потому что Два раза за полтора года Это многовато Но смотрите Вибрации На самом деле Создает Почему с кондиционером Связано Потому что Обороты меняются Меняется Частота резонанса Поэтому вы где-то чувствуете Где-то нет На самом деле Они есть и там И там понятно Просто чувствуете Вы их по-разному Во-первых У вас может где-то лежать Выпуск на чем-то Например На теплозащитном экране И экран резонирует Уже на кузов Это раз Во-вторых Нужно посмотреть Остальные подушки Потому что подушек Двигателей много В переднеприводной машине Их от трех Да там шести В зависимости от машины Вот И их нужно посмотреть Вообще Всю выпускную систему Посмотрите Может у вас Например резонатор Сзади где-нибудь Там лежит На кузове И передает Всю эту вибрацию Но Менять второй раз Одну и ту же подушку Или там третья Это уж точно не нужно Ну уже получается В третий раз Да Человеку это светит Да Это уж точно не нужно Так Про Приус пишет Есть соблазн Купить Приус 3 Десятого года Левый руль Цена при этом Средняя Расход впечатлил Объем 1,8 Но пугает Год выпуска Пробег при этом Небольшой На что при покупке Обратить внимание У этого автомобиля Ну в первую очередь На батареи Потому что батареи За 12 лет Могут сказать Мы все А десятый год Это считайте 12-летняя батарея Это раз Во-вторых С Приусом Ситуация следующая Если Приус Не плагин Никакого особого Преимущества В расходе При аналогичной Езде На аналогичном Размере автомобиля С аналогичной мощностью Вы не получите По той простой причине Что единственное Что делает Приус Не плагин гибрид То есть маленькой батарейкой Это рекуперирует Очень небольшую часть Энергии Торможения И возвращает вам ее И вот собственно Но так как батарея Маленькая Количество этой энергии Которую он в состоянии Рекуперировать Тоже маленькое Соответственно Возвращает вам ее Тоже мало И эффективности Никакой топливной В этом нет Что в Приусе неплохо Ну если отринуть Ситуацию с дизайном Это на любителя Он достаточно большой Внутри Приус Но не огромный Это не Тесла Потому что в нем Есть и электромотор И батарея И двигатель Внутреннего сгорания То есть она занимает Все место Поэтому как бы Ну Не ждите чудес То есть Приус Это при аккуратной езде Не особом нажимании На газ Средний рассуд Где-то там Около 5 литров Ну так я вам скажу Что машина Такой энерговооруженности Как Приус Бензиновая Такого же года Те же самые 5-5,5 литров При такой же езде Жрать и будет Слушай По поводу Приуса Ты знаешь Приходит удивительное сообщение Слушатели пишут о том Что оказывается Воруют катализаторы Особенно с гибридов Скажите Как раз про Приус Тоже пишет наш слушатель Как можно защитить Свой автомобиль от этого Ну ставить его На охраняемую парковку Я не знала Что у нас до сих пор Есть такие вещи Катализаторы правда воруют Потому что Ну их по налому Сдают себе Замечательнейшим образом Там же платины И всякое такое Обалдеть С удовольствием Принимают все эти вот Если государство Не в состоянии защититься И убрать это Потому что Вот эти вот Приемы металлолома Это Ну я не знаю Процентов на 30 наверное Место Куда Крадуны сбывают Краденое Однако Крышки от люков Канализации Вот катализаторы Ну в общем Всякое разное Новый мир открывается Ограда Кладбищ Друзья Это была Рубрика Автоответ Никита Небулицкий Я напомню Что эти и другие Программы Серебряного дождя Вы можете Переслушать На нашем канале В ютуб Мы с Никитой Прощаемся с вами До Завтра Ну и оставляю вас В теплой компании Игоря Наумова Конечно же Дмитрия Кузнецова Пишите Звоните Оставайтесь Под серебряным дождем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова